Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы наконец-то такую сессию отдельную организовали, хотя вообще тема брендов всегда на слуху, и те, кто был на пленарном заседании, наверное, убедились, что и сегодня на пленарном заседании достаточно много внимания уделялось и тому, какими брендами обладают различные регионы и различные компании, о том, как продвигаются так называемые наши газели, передовые компании, быстрорастущие компании. Нам бы сегодня хотелось поговорить здесь как раз о том, какую роль играют бренды в развитии, ну, прямо скажем, не только отдельно взятых компаний, но и регионов, да и в целом всей страны. Я думаю, что у нас у всех на слуху, когда мы смотрим на какие-то изделия, сделаны в России, там сделаны в Китае, сделаны там еще в какой-то стране, и в зависимости от того, что мы читаем, у нас формируется свой взгляд на эту вещь, хотя мы еще даже не знаем потребительских свойств иногда этой вещи, но мы уже доверяем тем или иным странам, или наоборот не очень доверяем, когда считаем, что это сделано там, ну, кому мы, может быть, с точки зрения качества продукции не всегда можем доверить. Для российских компаний, не только быстрорастущих, вообще для всех российских компаний, конечно, это, как и для всех компаний в мире, это еще и уровень капитализации этой компании, от того, насколько узнаваем бренд, насколько продаваема эта продукция, и насколько она продвинута. У нас много достаточно компаний российских, которые из советских времен перешагнули в российское время, и известные, ну, какие-то далеко за пределами, там, того же СНГ, например, которые знают все основные бренды советские, там, и КАМАЗ, и ГАЗ, и так далее. Какие-то компании в рамках какого-то ограниченного региона в мировом масштабе, какие-то только в стране сегодня, но тем не менее все, в общем-то, стремятся к укреплению этих брендов, к развитию этих брендов, продвижения, в том числе и на уровне не только компаний, еще раз повторюсь, и регионов. Ну и, конечно, сделано в России, это проект, который, я думаю, всех нас вместе должен волновать, и все мы должны в определенной степени приложить руку и сердце к тому, чтобы вот этот проект в полном объеме, как он задуман, состоялся. У нас сегодня, я не представлял участников дискуссии, но мы по ходу событий каждому будем давать слово, и, естественно, каждому дадим возможность сказать что-то, естественно, будем их представлять. Ну вот сопредседателем моим будет Алексей Тюпанов, который возглавляет сегодня российский экспортный центр, и который, как вы понимаете, профессионально заточен как раз, и он, и его компания на то, чтобы эти бренды продвигать. Алексей, вы несколько слов скажете. Спасибо большое. Ну, буквально, чтобы не отнимать потом, у нас сегодня достаточно много выступающих, чтобы не отнимать у них время, буквально просто пару слов скажу, что, ну, действительно, если взглянуть на вопрос развития брендов, особенно с точки зрения такого экспортного продвижения, конечно, их можно условно разделить, мы понимаем, на три уровня. Есть, так сказать, национальные бренды, Made in Italy, Made in Russia, Made in Germany, при этом, что самое интересное, есть, на мой взгляд, ошибочное мнение, что такого рода бренды сложились уже достаточно давно, и новые бренды запустить сложно. Вот есть, на мой взгляд, очень интересный пример Китая, который, когда мы говорим Made in China, у всех сразу складывается одна картинка в голове с точки зрения силы бренда и так далее. Но вот сейчас Китай активно запускает программу Design in China, о том, что новые типы вообще продуктов, решений будут создаваться в Китае. И уже, конечно, посыл звучит совсем по-другому. Второй уровень, такой уровень ниже, это более такой отраслевой разрез, если хотите. И здесь часто мы слышим там Organic Food, вот такого рода уже бренды. Сегодня вот с утра на сессии по АПК тоже активно обсуждали о том, что вполне российская продукция АПК может претендовать на название такой высококачественной Organic продукции. Ну и третий уже уровень, это собственные бренды, Калашников, Матрешка, КамАЗ, Сухой Суперджет и так далее. Вот интересно в том числе посмотреть, где есть разделение ответственности или даже полномочий, где за развитие брендов отвечает больше государство и должно создавать некую инфраструктуру, а где все-таки развитие бренда уже становится ответственностью и задачей бизнеса. Поэтому интересно в том числе послушать мнение и опыт всех тех участников, которые сегодня будут выступать. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, первым, конечно, начинаем пытать государственных деятелей. У нас участвует заместитель министра промышленности и торговли Евтухов Виктор Леонидович. Виктор Леонидович, к вам вопрос. Вот на ваш взгляд, я думаю, что одна из ваших забот с тем, чтобы мы успешно реализовывали все, что производим в стране за пределами страны. Насколько вот в этой конкурентной борьбе крепкие или отсутствие бренда помогает или мешает продвижению продукции? Наверное, отсутствие бренда вряд ли помогает в продвижении продукции, мне кажется. Вообще, конечно, только вопрос, вернее, тема нашей дискуссии, касающаяся брендов. На этом можно много говорить. И, в принципе, наверное, многие выступления будут друг друга повторять. Наверное, никто ничего нового в мире не придумал. Действительно, большинство производителей во всем мире выезжают на эффекте страны происхождения. Уже зачастую в таких странах, вернее, когда потребитель покупает продукцию в таких странах, как Германия, Италия, Япония, Соединенные Штаты Америки, если человеку нужна та или иная продукция, он видит, что произведено в этой стране, и, в принципе, он готов ее купить. Но, безусловно, это же тоже не само по себе появилось. Немецкое качество, итальянская мода, японские технологии. До этого вот эту ауру создали те компании, которые начали производить продукцию, которая потом уже стала непосредственно поднимать имидж той страны, о которой мы говорим. Нас, конечно, всех интересует Россия, что делать нам, как нам продвигать свои бренды, свою продукцию. Мы это делаем совместно с Российским экспортным центром, организуя в том числе и коллективные стенды по разным отраслям промышленности, поддерживая наши компании, говоря о том, что у нас, в общем, есть что показать и что предложить внешнему миру. Ну, правильно, мы всегда говорим о том, и сегодня прозвучало на пленарной сессии от биокада, от руководителя, что невозможно быть конкурентом только на внутреннем рынке. Хочешь конкурировать, надо выходить и бороться на внешнем контуре. И неважно, правильно говорить, где ты находишься, как где твоя штаб-квартира, там ты можешь быть на благоплательщикам в Москве, в Петербурге, в России, но продавать ты должен стремиться везде. И, конечно, когда мы говорим о России, к счастью, да, вот этот тренд, когда Россия ассоциировалась с такими безликими брендами, да, как была поставщиком, только там качественной нефти, качественного газа, но и где-то с туристическими такими тоже вещами ассоциировалась, как, не знаю, матрешка-балалайка, ну, водка и икра, понятно. Сейчас уже действительно есть, что предложить, уже Алексей назвал, в принципе, те наши, причем это бренды не только товарные, но и бренды сервисные. Если мы говорим о том же Аэрофлоте, да, который признавался у нас и лучшей компанией Восточной Европы, а TripAdvisor аж всей Европы, то это тоже говорит о том, что за счет того, что есть Аэрофлот, появляется интерес и доверие к сфере услуг в нашей стране. Если мы говорим про госкорпорацию Росатом, например, да, то, в общем, представляющий атомный сектор, это единственная практически в мире компания, которая владеет активными компетенциями сразу во всех звеньях производства технической цепочки атомной энергетики. И огромное количество РАН работает с этой корпорацией, и она тоже, в общем, активно влияет как раз на имидж страны происхождения именно Российской Федерации. Уже назывался КАМАЗ, понятно, не будем повторяться, КАМАЗ я бы зарекомендовал, поэтому много производств находятся в разных странах мира. Есть у нас тот же самый ВАЗ Хантер, ВАЗ Патриот, есть у нас компания, которая производит для всего мира искусственные сафиры для мобильных телефонов, монокристалл. Кто бы знал, что мы обеспечим весь мир этим важным продуктом. Мало того, за счет того, что балет российский является тоже брендом сам по себе, у нас есть отечественные производители, которые в 70 стран мира, это предприятие легкой промышленности, поставляют продукцию для танца, балетки, пуанты и так далее. Тоже недавно выставлялась у нас в Мюнхене и пользовался большим спросом этот производитель. У нас есть бренды региональные, Вологда славится своим маслом, как мы знаем, Тула, не только пряником, но и самоваром, но и оружием. Раньше в Туле был бренд Толстой, сейчас бренд Дюмин уже тоже довольно активно раскручивается. Алексей, не слышит меня? Надеюсь, что слышит. Поэтому у нас, я могу сказать, меня очень всегда интересует такая отрасль, как легкая промышленность, это одна из тех отраслей, которые я курирую, но моя самая любимая, потому что она такая наиболее сложная и самая конкурентная. Госучастие там нет, предприятия выживают сами. И я хочу сказать, вот сейчас концерт Калашников, ну все знают Калашников, это бренд, бренд в мире, там, наверное, может быть, даже номер один. Сейчас ребята запустили новый бизнес, начали производство одежды, снаряжения под экипировкой, там, Байкал и группа 99, это охота, активный отдых и так далее. Ну супер, будут продаваться, я уверен, во всех странах мира. У нас сегодня там компании, вот здесь присутствуют представители компаний БТК, групп, которые вот одевали, одевали наш военно-промышленный комплекс и взяли и создали бренд Urban Tiger. Ну, реально создали конкуренцию ведущим западным брендам. Вот сейчас у нас была экспозиция полигпрома, аудор-индустрия в Мюнхене. В основном зале, где были все монстры представлены, ну, компании там с капитализацией много миллиардов долларов. Я хочу сказать, что к нашим подходили не меньше, а даже зачастую больше. Вот здесь, пожалуйста, у нас Red Fox. Открыл магазины в Америке, в Западной Европе, производят конкурентную продукцию высокого качества. Есть у нас компания Bask, есть у нас компания Dragonfly, Stair. Поставляют на западные рынки и уже действительно эти бренды становятся известными и конкурируют с такими, ну, не хочу сегодня называть западные бренды, чтобы не делать им рекламу. Все их знают. Рекомендую всем одежду для активного отдыха, для спорта покупать отечественного производителя. Качественная цена просто идеально соответствует друг друг к другу. Поэтому то, что у нас есть в рамках российского экспортного центра, реализация программы Made in Russia, то есть отбираются хорошие компании с хорошей репутацией. Это такой своеобразный знак качества. Мы хотим, чтобы Made in Russia, чтобы наши компании не стеснялись писать, что сделано в России. Чтобы, а наоборот, то, что написано на этикетке, сделано в России, добавляло стоимость этим товарам. То же самое, если уже говорить в части по нашему министерству. Мы для того, чтобы добиться новых качественных характеристик товаров, которые выпускаются нашими отраслями, нашими предприятиями, более высокой маржинальности, наша задача была освоить выпуск инновационной продукции. И, конечно, в этой части большую роль сыграли процессы импортозамещения. Мы сразу стали себя с целью не догонять, а все-таки производить продукцию, которая по техническим параметрам опережает зарубежные аналоги. И надо сказать, что более 360 проектов завершено. В целом у нас должно быть замещено более тысячи номературных позиций с инвестициями 700 миллиардов рублей, в том числе и с многомиллиардными инвестициями в научно-исследовательские и опытно-косудческие работы, или, как говорят иностранцы в R&D. И я хочу сказать, что на сегодняшний день, если брать тенденцию еще 10-15 лет и 2017-2018 года, я могу сказать, что мы можем гордиться достижениями многих наших производителей в различных отраслях по промышленности. Надо просто продолжать оказывать им поддержку для того, чтобы они активно выходили на внешние рынки и заявляли о своем качестве. И тогда, благодаря тому, что есть у нас бренды в разных отраслях по разным видам продукции, эффект страны происхождения, сделанного в России, также будет в свою очередь помогать развиваться и представлять себя на внешних рынках тем брендам, которые еще, может быть, не успели себя зарекомендовать. Но, во всяком случае, они будут иметь уже на начальном этапе доверие потенциальных покупателей. Спасибо, Виктор Леонидович. Вот у меня сразу вопрос возник. Все такие сподвижники каждой отдельной отрасли, как и вы, легкой промышленности, я думаю, что здесь производители все должны сидеть и вам аплодировать просто. Да, купите такой-то костюм, купите-ся какой-то. И это, да, вот-вот-вот-вот, с чего мы и ждали. Спасибо. Не ради аплодисментов, поверьте. Нет, я, если серьезно говорить, я просто знаю, какие усилия Виктор Леонидович прилагает, и мы с торговой промышленной достаточно часто и много вместе работаем, и с точки зрения организации рынки, где можно было бы реализовать, это не только брендов великих касается, а начинаем мы вообще-то с региональных самых простых муниципальных рынков, где можно фермеры реализовать продукцию, а уж потом движемся к высоким брендам и так далее. Я просто это уже в порядке шутки. Ну вот у нас здесь представители среднего бизнеса, объединения предпринимателей, да, деловая Россия, Нонбер Кагарманян. Ну вот скажи, пожалуйста, Виктор Леонидович перечислил известные бренды, а вот на ваш взгляд, ну вы же знаете свою среду, средние предприятия, много тех, кто вот может выстрелить и на внутреннем, международном рынке со своими брендами? Я, кстати, прошу прощения, что перебиваю, я перечислил не только известные бренды, я перечислил и названия предприятий, которые относятся к малым и средним. Мы это заметили, потому что мы не всех узнали. Пожалуйста. Да, Сергей Николаевич, ну я должна сказать, что работа по продвижению брендов – это системная работа, и не всегда малый и средний бизнес может самостоятельно продвигаться в продвижении собственных интересов, в продвижении бренда. А бренд, в нашем с вами понимании, это, конечно, это качество, это страна происхождения, это конкурентоспособность товара, и это, наверное, системное продвижение все-таки. И если говорить про новые бренды, про малый и средний бизнес, мне кажется, очень важно понять, первое, в каких отраслях и какие ниши мы могли бы занимать на внешних рынках, второе, какие рынки, на какие рынки мы могли бы претендовать, потому что очень часто бывает, что наши компании пытаются конкурировать на тех рынках, где это бесполезно. Да, может быть, имеет смысл сосредотачиваться чаще на каких-то там ближнем зарубежье, на странах СНГ и так далее, для того, чтобы развиваться, а потом уже выходить на более такое конкурентное поле. Ну и очень важно, чтобы эта работа, которая ведется российским экспортным центром по системному продвижению брендов малых и средних компаний, она была продолжена с более такой вот, наверное, сосредоточением на том, что реально прорывное. Вот как сказал Виктор, я думаю, что важно не на догоняние, а на опережение работать в этом смысле, что уже какие-то компании, которые могут быть прорывные и смотреть вдали, и как бы на два шага вперед рассчитывать. Спасибо большое. Вот я хотел бы в продолжение, может быть, того, о чем он говорил, спросить нашего гостя, у нас сегодня участвует в работе посол Италии в России, господин Пусквале Тарачино, спросить господина посла, господин посол, а вот Италия, конечно, известный экспортер и по многим направлениям, а какова роль государства в поддержке ведущих брендов, в поддержке тех, кого вы продвигаете на экспорт, в том числе и малые и средние компании, которых достаточно много среди итальянских экспортеров. Как государство в этом участвует? Уважаемые дами и господа, позвольте прежде всего поблагодарить губернатора Краснодара и Росконгресс за их гостеприимство пристанную работу. Мой русский еще недостаточно хорош, и я надеюсь, что вы извините меня, если я продолжу на английском. Итак, ваш вопрос, что делает итальянское государство, правительство для того, чтобы поддержать малые и средние компании, их экспортный потенциал? Позвольте, я свяжу этот вопрос с более широким кругом вопросов относительно важности брендов и глобальных брендов. Глобальные бренды со стороны происхождения Италии, сделаны в Италии. Если сделано в Италии, был бы действительным брендом, он был бы третьим брендом в мире после Кока-Колы и Феррари. Это нереальный бренд, его нет на самом деле, но, тем не менее, сделанный в Италии действительно очень сильно влияет на нашу экономику в положительном смысле. Более десятилетия назад многие экономисты, аналитики рассматривали малые и средние компании. Их перспективы в Италии довольно мрачны, безрадостны. Теория была такая, что малые и средние компании слишком маленькие. Мы думали, что они не смогут конкурировать с азиатскими тиграми и огромными компаниями, которые там активно развиваются. У них нет инфраструктуры, они не смогут экспортировать товары в необходимых объемах, чтобы выжить. Но сегодня мы с уверенностью можем сказать, что эти эксперты ошибались. Малый и средний бизнес процветает, как процветал всегда в Италии. И во многом это связано с двумя факторами, которые взаимосвязаны между собой. Первый фактор – это сила бренда Made in Italy, который сам по себе является гарантией качества, безопасности и надежности. И вот этот торговый знак Италии идет в рукооб руку с долгой традиций итальянских мастеров и ремесел. Второй фактор – это наша способность экспортировать. Конечно, это такой круг, который замкнут, и сила нашего экспорта определяется силой бренда. И на данный момент мы по-прежнему являемся второй самой крупной экономикой по объему экспорта в Европе после Германии. А в глобальной перспективе мы занимаем то пятое, то шестое место. Как я уже сказал, конечно, бренд и его сила очень важна для успеха экспорта, а развитие экспорта важно для нашей экономики. Конечно, диверсификация экспорта важна. 44% наших товаров и услуг экспортируются за пределами Европейского Союза. В чем же заключается роль правительства? Во-первых, правительство должно поощрять предприятия и компании модернизировать свои подходы. И мы даем очень четкий посыл к тому, что наши компании не должны быть какими-то разовыми экспортерами, они должны всячески работать над созданием и развитием новых партнеров с такими странами, как, например, Россия. И мы разъясняем вот эти идеи компания, мы говорим вам о том, что необходимо переходить от старого традиционного бренда, сделанного в Италии, к новому бренду, сделанного с Италией или совместно с Италией. Это значит, что наши компании должны конкурировать в создании совместных предприятий различного рода сотрудничеств, например, здесь, в России, с российскими компаниями, для вот этой некой очередной волны индустриализации экономики и ее диверсификации, привнесения наших ноу-хау. И опять же, все это очень честно связано с самим брендом. Сделано в Италии или сделано совместно с Италией. Это символ творчества, мастерства и в то же время сочетания с современными технологиями и инновациями, при этом сохраняя верность традициям, стилю и оригинальности. Для того, чтобы построить бренд, но при этом и сохранить его, а не полностью свести к нулю ради того, чтобы ввести какие-то новшества, очень важно все-таки уметь подстраивать этот бренд по тенденции времени и обеспечивать развитие этого бренда со временем. Для этого существуют различные методы мотивации компании к развитию экспорта. Это разного рода меры и финансовые, и фискальные. Но, безусловно, есть определенная политическая роль, которую может сыграть в этой связи правительство. Это политическая роль в образовании компаний и их обучении в том, чтобы более инновационными методами решать проблемы и развивать себе более высокую терпимость к рискам, поскольку зачастую риски могут отпугивать компании от принятия инвестиционных решений, когда возникают какие-то критические ситуации. правительство может сыграть важную роль в том, чтобы заверить компании, что все будет в порядке, и сказать им о том, что есть политический способ хеджирования этих рисков. И в качестве примера, что мое правительство намеревается сделать для того, чтобы передать правильный посыл компаниям. Еще в 2014 году, когда только было принято решение о внедрении санкций, Европейский банк о развитии и реконструкции, который много инвестирует в Россию и в другие страны, а Россия, собственно, исторически являлась той страной, куда уходила большая часть портфолио этого банка, вот банк единовременно принял решение заморозить все свои инвестиции в Россию. Это было неправильное, на наш взгляд, решение, потому что решение было принято в отношении и частного, и государственного сектора, и таким образом коснулось и малого, и среднего бизнеса. Сейчас я надеюсь, что Совет Европы решит, что сотрудничество и партнерские проекты с гражданским обществом и некоммерческими организациями должны развиваться. Возможно, наши европейские партнеры осознают, что экономика в определенной мере – это тоже часть гражданского общества. Если мы хотим поддерживать контакты на уровне гражданского общества, то очень важно, чтобы и наши экономики были связаны друг с другом. А малый и средний бизнес – это, конечно, сама основа гражданского общества. Поэтому мы надеемся, что ЕБРД вернет свои инвестиции в России в отношении малого и среднего бизнеса, и таким образом поможет нам в развитии и создании новых связей между малым и средним бизнесом в России и в Италии. – Спасибо, господин посол. Ну, естественно, что мы бы тоже были очень рады, что банк вернулся на российский рынок. И, что называется, в нашей поговорке есть такая в России – «Вашими устами только мед пить». У нас еще один наш коллега из-за рубежа, который, я надеюсь, расскажет нам про опыт Мексики в продвижении брендов. Пауло Каренио, генеральный директор компании «Про Мексика». Прошу вас. Большое спасибо. Большое спасибо, что вы пригласили нас. Мы хотим поблагодарить АОР-комитет. Форумы за приглашение тоже прошу прощения, что не смогу говорить по-русски. Мои знания не позволят мне сказать и то, что смог сказать господин посол Тарычано. Но, опять же, я очень рад здесь присутствовать и буду очень рад поделиться опытом Мексики. Как многие из вас знают, Мексика пережила большую трансформацию. Когда-то это была страна, основанная на добывающей промышленности и продаже сырьевых товаров. То за протяжение довольно долгого времени структурных реформ страна превратилась в экономику, которая занимается и развивает собственное производство. Сейчас мы работаем над тем, чтобы действительно развивать сложные умные производства. Мы являемся открытым рынком, который нуждается в диверсификации. И, конечно, в этой связи ценность бренда, бренда страны как таковой является очень важной. Это очень важно, потому что бренд не только отражает, что мы делаем как страна, он действительно позволяет нам создавать некоторые связи между лучшими продуктами и услугами и эту связь с нашей страной. И вот такого рода связи, ассоциации, которые возникают благодаря бренду, включают в себя рациональные элементы, эмоциональные аспекты. И мы полагаем, что такие страны, как Россия, как, конечно же, Италия, Германия, очень преуспели в этом вопросе. И, конечно, они могут преуспеть, обмениваясь друг с другом опытом в данной связи. Конечно, у нас тоже есть несколько примеров продуктов, которые хорошо известны за пределами нашей страны. Например, пиво «Корона», текила, разумеется. Но при этом у нас пока не получается создать четкую ассоциацию между этими продуктами и нашей страной. Когда только текущее правительство и администрация вступила в силу, мы запустили вот этот процесс укрепления ассоциаций между брендом страны, Мексикой, и некоторыми продуктами, которые мы экспортируем и производим. И сейчас мы уже начинаем замечать, что это не только очень ценная идея и предложение, но мы также понимаем, что и страны могут развивать двусторонние отношения и быть выигрышей от этого. Сегодня утром у меня была возможность пообщаться с Алексеем и некоторыми людьми из ее команды. И я использовала эту встречу для того, чтобы действительно поздравить Россию с потрясающей стратегией, с теми усилиями и результатом, который был достигнут по продвижению бренда «Сделано в России». Это не только способ побороть негативные стереотипы, которые зачастую возникают с прошлым этой страны, но это прежде всего возможность продемонстрировать высочайшее качество определенных продуктов. В Мексике мы сейчас уже переживаем следующий этап. И я тоже выступал там на одном из форумов, подобном, вот таком, как здесь, в Сочи. И в рамках этой инициативы мы пытаемся изучить лучший международный опыт, в частности, опыт Италии, опыт Германии и некоторых других стран, которые негативные стереотипы сумели перевернуть и сделать это действительно историей успеха. Спасибо большое. Большое спасибо. Вот в чем мы точно, наверное, конкурировать с вами не будем никогда, это в производстве текилы. У нас плохо растет. Я хочу вопрос, который задавал коллегам, задать теперь нашей коллеге. Вера Подгузова, это управляющий директор по внешним связям и коммуникациям нашего российского экспортного центра. Вера, вот вы, как российский экспортный центр, каким образом поддерживаете российские бренды при движении на внешние рынки? Ну, я не лично вас только имею, а, наверное, в более широком смысле РЭЦ. Я поняла, да, спасибо большое. Мы уже два года ведем такую достаточно активную, с возрастающей активностью работу. Начали в мае 2016 года. Вот в прошлом году, в мае зарегистрировали, в 2017 году зарегистрировали систему добровольной сертификации, которая называется, наименно сделана в России. Сделано это было для того, чтобы через систему сертификации мы могли отбирать наиболее качественные, наиболее качественные товары и наиболее конкурентоспособных производителей. Система разработана в два этапа. На первом этапе мы присваиваем бренд Russian Exporter, а на втором этапе мы уже присваиваем бренд, сделанный в России или Made in Russia, продукция, которая прошла эту сертификацию. Если мы будем говорить о других странах, о таких странах, как Италия и Германия, то их бренды были сформированы на протяжении десятилетий. В нашем случае, в связи с нашей историей и непростыми годами конца прошлого века, 90-ми годами, мы, конечно, потеряли в какой-то момент вот это то качество нашей продукции, которая в советское время как раз была признана во всем мире. И здесь, понимая это, мы, естественно, в первую очередь основывались на именно отборе качественных производителей, потому что сегодня, когда мы выводим экспортные товары на внешние рынки и говорим о том, что это сделано в России, мы вкладываем сюда средства государства, мы должны четко понимать, что эти товары действительно качественные, что они будут представлять Россию, и бренд будет формироваться правильно и надолго. На данном этапе мы провели сертификацию на конец прошлого года. Это было 74 производителя. В конце декабря мы запустили электронный каталог madeinrussia.com, в котором представлены все производители. Этот каталог переведен на 8 языков. Здесь один из спикеров, по-моему, Ноно, говорил о том, что нужно правильно выбирать рынки. Изначально, когда мы делали и запускали эту программу, мы, естественно, базировались на этом. И мы выбирали основные рынки, которые наиболее, с точки зрения продвижения продукции, такого потребительского толка, то есть с высоко добавленной стоимостью, потому что эта программа, конечно, о продуктах с высоко добавленной стоимостью, конечной продукции. Соответственно, мы выбирали рынки, которые, во-первых, и заложены в стратегию развития российского экспортного центра, которая утверждена правительством Российской Федерации. И на это делали акцент. Поэтому те языки, которые мы видим, это, конечно, азиатские рынки, это рынки Южной Америки, это те партнеры, с которыми мы регулярно работаем. Зарубежные наши партнеры могут через этот каталог найти контакты любого производителя, который прошел сертификацию, и связаться с ним напрямую, либо связаться через единое окно российского экспортного центра. И здесь мы готовы не только предоставить контакты наших производителей, но и поддерживать их покупателей за рубежом, потому что на это у нас есть ряд дополнительных инструментариев. Это и не финансовая, и финансовая поддержка. В частности, финансовая поддержка. Мы имеем возможность в группе российского центра, имея Росэксимбанк, кредитовать таких покупателей по совершенно конкурентным ставкам международным. Поэтому этот комплекс мер, он действительно комплексный, и сюда же заложена и наша совместная с Минпромторгом программа, не только сделана в России, но и выставочная программа, которую мы делаем. Поэтому все наши выставочные стенды, которые за рубежом мы строим в большом количестве. У нас более, сейчас я могу ошибиться, но точно более 80 выставок запланированы на этот год для разных совершенно отраслей, для производителей разных отраслей. Все эти стенды всегда забрендированы не только логотипом и брендом российского экспортного центра и групп компаний, но и брендом сделанного в России. Поэтому мы формируем такой образ России как качественного производителя товаров, экологичного и конкурентоспособного и доступного по цене. Спасибо большое. Спасибо, Вера. Вы микрофон не отдавайте. Я вам еще один вопрос, с вашего позволения, задам. В силу того, что ТПП представляет Россию в деловом совете БРИКС, мы во всех странах, где кто входит в БРИКС, бываем и разные вопросы там выслушаем. У вас есть африканское направление? Вот мы на последней встрече деловой, которая в Африке проходила, в Южноафриканской республике, там съехались не только близкие страны, а практически вся Африка, представители бизнеса. И большинство из них помнят Советский Союз и все так с тоской вспоминали о российских, советских, точнее сказать, брендах и то, что мы туда поставляли, начиная там с механизмов, машин, оборудования, гидравлики и так далее, и так далее. И все время задавали вопрос, когда вы вернетесь, а мы вообще туда собираемся возвращаться? Собираемся. И у нас было несколько туда бизнес-миссий и выставки мы там делали. Работаем мы с Египтом, с Алжиром, с другими странами Африканского континента. И я могу сказать, что вот благодаря той платформе, которую мы запустили, я имею в виду made in rush.com, мы получали запросы с Африканского континента, обрабатывали их. То есть у нас есть такие, можно сказать, формирующиеся кейсы именно оттуда. Спасибо большое. Мы прорабатываем этот вопрос. Алексей, что-то дополнить хотел, да? Алексей, пожалуйста. Я хотел буквально одну фразу, что рассказывала Вера, о том, что мы брондируем наши стенды не только как российский экспортный центр, а made in Russia. И мы не только брондируем как made in Russia, мы на такого рода выставки, даже на большие форумы, привозим представителей малых и средних предприятий, чтобы они могли выставить свою продукцию. Кстати, всем советую, у нас здесь и работает наш стенд, на котором, по-моему, 12 или 13 компаний как раз МСП совершенно разную продукцию производят, начиная от IT, заканчивая и легпромом, и разными другими продукциями. Советую. В общем, достаточно интересно подойдите, посмотрите. Спасибо. Спасибо. Ну, может, вы сразу тогда обеспечите продвижение бренда, да, те, кто подойдут. Кто-то, я надеюсь, там уже встречает. Спасибо большое. Ну, вот еще одна наша коллега, Мария Владимировна Сапунцова, замруководителя Роскачества. Маша, если можно, к вам вопрос. А вообще вот Роскачество как-то отслеживает, а что РЭЦ продвигает? Вы им как-то помогаете вообще разбираться, что качественно, что некачественно? Обязательно, а как же? На самом деле, уже примерно год назад мы заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на сегодняшний момент мы обмениваемся информацией относительно того, какие категории из потребительских товаров следует включить в исследование Роскачества и выявить те самые изюминки наилучшего качества, которые производятся в нашей стране. И со своей стороны предоставляем Российскому экспортному центру информацию о тех, кто действительно достойны российского знака качества, наши такие супергерои, для того, чтобы РЭЦ, в свою очередь, начинал с ними работу по дальнейшему продвижению на рынках. И мы действительно уже видим результаты. Это очень востребованная за рубежом категория, как шоколад, например. Это продукция из масложировой отрасли. И действительно, эта работа уже идет. Более того, сейчас у нас готовится к подписанию соглашения о взаимопризнании наших систем добровольной сертификации. Это позволит тем, кто уже прошел одну систему сертификации, не подавать большое количество документов и проходить вторую систему проще. Вот такой непростой вопрос. С чем к нам предприниматели приходят очень часто, особенно, ну не в обиду будет сказано, конечно, с китайского рынка, где подделывают нашу продукцию. А иногда просто берут, переупаковывают в другую, какую-нибудь одну букву меняют, там на мороженом, допустим, да, и пускают под, в общем-то, китайцы не очень разбираются, с точки зрения одной буквы, подозревают, что это там вологодское масло, да, хотя они, как бы, претензии не предъявляют, потому что там буквы дороги какие-то есть, но с другой стороны, это не совсем, или вместо нас они продают, или не совсем наши. Вы знаете, здесь есть, конечно, плохой момент, то, что наши товары не находят того рынка сбыта, который, по идее, им должен принадлежать. Но здесь есть и хороший момент, говорит о том, что спрос на наши товары на этих рынках высок. И здесь, по сути, самая главная задача, этот спрос удовлетворять нам, а не этим, как бы, брендам. И почему это происходит? Потому что у России есть положительный эффект страны происхождения. Есть такое понятие, да, он вот для Китая сейчас, например, отрицательный, потому что есть общее представление о том, что товары из Китая некачественные. А если, соответственно, рынок Китая требует российские товары, значит, у России этот эффект страны происхождения положительный. Это очень важно, потому что это строится годами. И есть такие очень долгие вещи, которые сложно поменять быстро. Ну, например, люди считают, что Россия — это холодная страна, где ходят в ушанках с балалайками. Это не очень просто поменять в моменте. Но есть вещи, которые можно поменять быстро. И, например, это отношение государства к качеству выпускаемой на территории нашей страны продукции. И когда в России есть национальные системы качества, и русскачество — это, по сути, ну, такая головная в этом смысле организация, да, учрежденная по инициативе Минпромторга правительством России три года назад. Она сегодня уже знакома как минимум половине населения Российской Федерации, в том числе благодаря результатам исследований товаров народного потребления. И это один блок вопросов. Вот как раз в рамках него мы с РЭЦ уже сотрудничаем. А второй большой блок вопросов — это управление качеством менеджмента. Это внедрение правильных концепций управления, которые позволяют процесс выпуска качественной продукции и услуг сделать стабильным, увеличить эффективность производства, снизить издержки, увеличить производительность труда. И эта работа Роскачеством ведется в рамках второго направления нашей деятельности. Мы являемся организатором конкурса премии правительства Российской Федерации в области качества. И самая главная функция, самая главная помощь участникам этого конкурса — понятно, что войти в число лауреатов, кого наградит премьер-министр, это чрезвычайно почетно. Но кроме того, даже те, кто не дошли, не добежали до этого пьедестала почета, все равно получают пользу за счет того, что проводится аудит бизнес-процессов на этих предприятиях и даются бесплатные, не за сумасшедшие десятки тысяч долларов, а бесплатные, финансируемые за счет государства, консультации о том, как имеющиеся бизнес-процессы, как имеющаяся система управления улучшить, развить и продвигаться дальше в части вот этих ключевых для производителей параметров, как издержки, производительность, управление персоналом и качество продукции, разумеется. Спасибо большое. Спасибо, Маша. Но передавая Алексею бразды правления, Алексей, ну пока у меня микрофон не отняли, и вам хочу вопрос задать. Исходя из того, что Маша рассказала, а у вас сколько, например, из тех брендов, которые там малого бизнеса, любого, которые вы за рубежом представляете, сколько Роскачества вам порекомендовало, а сколько вы сами отобрали? На самом деле те бренды, которые сейчас прошли сертификацию Made in Russia, их там порядка 60, может чуть побольше, у них у всех есть и соответствие Роскачеству. Поэтому мы решили на первом этапе… Все из Роскачества, я так понял. У них у всех есть отметка Роскачества. Кто-то к нам приходил напрямую, кто-то от коллег, но так получилось, что и у тех, и у других есть проверка, и ту, и другую прошли. Мы хотели на первом этапе, чтобы сразу, так сказать, не сложилось полоковое впечатление о бренде Made in Russia, быть уверенными, что не только нашу проверку прошли, но и проверку Роскачества тоже, двойной контроль. Сергей Николаевич, спасибо большое, я тогда принимаю, можно сказать, пас от вас. Еще один вопрос с точки зрения международного опыта к продвижению брендов, и, наверное, немножко с нестандартной стороны, насколько такие межгосударственные отношения могут в том числе способствовать продвижению брендов. И вопрос вот господину Карлосу Чандую Суаресу из ЮНИДО. Расскажите, пожалуйста, вот ваш опыт в этой части. Микрофон, дайте, пожалуйста. Приклашение, очень рад, что здесь быть. Я хотел бы, лидер, с вами, опыт, который у нас ЮНИДО, мы делаем с правительством, с МИДО. Мы постараемся, то, что сказал посоль из Италии, то, что сказали, что бренд – это комбинация ресурсов, и материальные, и материальные. Это все ресурсы эмоциональные, финансовые и качества. Мы в рамках ЮНИДО, мы предлагаем, что создавать общий бренд. Нельзя поехать в страну и продавать свой бренд. Надо создавать какие-то парнирсов. Когда мы работаем в России, мы создаем парнирсов на уровне продуктивной сепозки. Создавать такие бренды вместе, которые могли, помогли бы русские фирмы участвовать в тех рынках, которые бы работали – Латинская Америка, Бразилия, Мексика, Парагуай. И позволили им тоже работать, если есть, на рынке. Тогда получается комбинация брендов. Джоинбренд – это первое на уровне государства. То, что мы постараемся. Общая работа на сепозке, на продуктивной сепозке. Второе – на уровне СМИС. На уровне СМИС мы работаем консорцией, экспорт-консорцией. Нельзя отдельно куда-то поехать. Это трудно, это ряд геополитических, ряд исторических, которые это не позволяют. И надо создавать стратегические консорции. И фокусировать, куда мы едем. Это второе. И вместе. Консорция, коммун бренд, общая работа. Economy of scale. Или комбинировать разные продукты. А на третьем, то, что сказал сегодня господин Медведев, фокусировать. Нельзя. Я сейчас нахожусь здесь, как будто как мальчик, конфетный магазин. Столько много изюмышка. Идут по все регионы, все хорошие. Все позволяют, все разные, очень хорошие. Но для иностранцев это слишком много. Было бы хорошо фокусировать в тех областях, где очень хорошие, текстильные промышленности. Мы знаем Газпром, знаем КамАЗ, знаем Калашников, знаем Аэрофлота. Но то, что сказали опять. Бренд создается сотрудничество. Сотрудничество между Сибель, между гражданством. Поэтому, то, что мы позволяем работать на этих уровнях. Задавать общие запашки, экспорт-консорция и фокусировать какое-то там направление. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Возвращаясь, наверное, к основной панели дискуссии, которая сегодня была, к кулинарной сессии. Дмитрий Анатольевич Медведев отмечал о том, что форум носит такую региональную специфику, региональную тематику и такой региональный фокус. И на нескольких сессиях сегодня с утра обсуждалось о том, в том числе, как российские регионы могут создавать сильные бренды. Не только каких-то конкретных компаний, но и в том числе бренды регионов. Вот сегодня кто-то даже сказал про Вологодское масло, как один из примеров, наверное, таких как раз региональных сильных брендов. Поэтому хотел задать вопрос заместителю губернатора Антону Кольцову. Антон Викторович, расскажите, пожалуйста, про опыт, который есть в Вологде с точки зрения позиционирования такого регионального бренда. Я, если позволите, расскажу не только про Вологодское масло, хотя за него больше всего пришлось побороться, именно как за торговый знак. Несколько историй расскажу, но они абсолютно практические. Это продукты разные, и наша работа по ним, она тоже разная. Поэтому в практическом смысле, в плане обмена опытом, возможно, это будет интересно. Я не буду рассказывать про такие бренды, как вот здесь указаны на картинке Северстали и Фосагра, потому что это трансконтинентальная компания, они за свой бренд сами хорошо над ним работают, им в этом помогать не нужно. А по всем остальным в той или иной степени где-то целиком мы создаем и защищаем, где-то мы помогаем предпринимателям создавать новые бренды. Вологодское масло. Уже сегодня во время дискуссии прозвучало, что усилять, конечно, нужно то, что хорошо получается. У нас хорошо получается делать продукты из молока, и, может быть, кто-то не знает, вологодское масло, его уникальность в составе химической земли, в той траве. Трава у нас отлично растет, у нас некоторые продукты растут плохо, а трава у нас растет замечательно. И вот химический состав травы, химический состав земли определяет вот этот вот продукт. Но с ним была история такая, то есть у нас с 2000 года вологодское масло в стране производило кто только не лень. И с 2002 года мы проводили активнейшую работу, то есть судились с различными компаниями, защищая этот бренд в конечном итоге, проблема была еще в чем, вологодское масло оно было в составе ГОСТа, то есть как вот вторая категория, первая категория и вологодское масло. И наши оппоненты нам говорили, ребята, какие к нам претензии, значит, это ГОСТ. Поэтому мы добились исключения вологодского масла из состава ГОСТа и создали торговый знак вологодского масла. И, к слову сказать, оно принадлежит вологодской области, эта марка. И этот патент, по нему работают у нас на сегодняшний день семь предприятий, из них четыре, ну как бы активно работают, скажем. И за это время, вот как только мы эту ситуацию переломили, у нас в четыре раза объемы производства именно вологодского масла, они возросли. То есть вот эта конкретная история, причем как вот именно субъект бился за эту торговую марку. А прицепом пошло вологодское мороженое, потому что это совсем другая история, но просто ассоциация идет. Вологодское масло, оно отличное, молочный продукт, вологодское мороженое. Вы знаете, что сейчас вологодское мороженое уже в Китай поставляется, то есть как бы идет уже бренд за брендом. Дальше. Вологодское кружево. Нишевой продукт, очень точечные поставки, очень ограниченное его производство. Я не буду здесь долго рассказывать, у нас единственный в мире музей кружева мы создали в Вологодской области, но прокомментирую здесь только одно, что это у нас первая торговая марка и первое предприятие, фабрика Снежинка, которая как раз прошла сертификацию по Made in Russia, и мы сейчас уже вошли в эту систему. И очень надеемся, что благодаря уже вхождению под этот бренд, который сейчас активно развивается, и наша фабрика, которая кружева плетет, она также будет выходить на мировой рынок. Вологодский лен. Здесь почему я хотел на нем заострить внимание, это то, что у нас хорошо получается и хорошо растет, но был определенный период стагнации этой отрасли. Сейчас она будет активно развиваться, завтра этому целая отдельная панельная дискуссия предстоит. И мы, пока это еще не бренд, но мы его хотим брендом создать, и благодаря этому бренду и развивать льно-волокно и продукты из льно-волокна, но, естественно, если будет еще спрос, подпитанный на рынке. Дальше. Вот интересный пример, я хотел с вами им поделиться. То есть, что еще у нас хорошо растет, это лес. То есть, у нас 80% территории это покрыто лесом, 200 предприятий занимается лесопереработкой, и процент переработки древесины 70%. Вот, и поэтому мы решили, что, первое, мы создали деревообрабатывающий кластер, а потом мы подумали, что сам Бог велел на основе этого кластера создать бренд «Вологодский дом», и его создали. Единственное, этот бренд, он не принадлежит правительству Вологодской области, он принадлежит ассоциации деревянного домостроения. И они через этот бренд активно сейчас развивают деревянное домостроение, причем там есть крупные предприятия мастодонты в этой области, а есть маленькие предприятия, которые туда вошли, и вот пример приведу, там 3-4 предприятия скооперировались, они уже в Финляндию. То есть, просто хочу отметить, что, обратите ваше внимание, в Финляндию, которая является законодателем в какой-то степени, значит, по деревянному домостроению, поставляют наши домокомплекты из Вологодской области именно под этой маркой, Вологодский дом. Мы активно в этом помогали. Вот, еще один короткий такой зарисовка, Вологодский подшипник, вот здесь, мне кажется, интересно чем? Это не торговый знак, это бренд в широком смысле этого слова. То есть, существует Вологодский подшипниковый завод, который все знают, он с 1971 года, и он действительно реально известен очень многим в стране и за рубежом. А мы решили развить эту компетенцию, то есть, на волне известности, которая и так есть у Вологодского подшипникового завода, и многие ассоциируют именно производство подшипников именно с Вологодской областью, мы решили развить этот бренд, в широком смысле слова, повторюсь, как набор компетенций кадровых, технологических, производственных. И вот создали новое предприятие, это, естественно, частное предприятие, но оно, опять же, на волне известности вот этой вот бренда Вологодский подшипник, так скажем. И здесь, конечно, пользуясь случаем, хотел поблагодарить Минпромторг и фонд развития промышленности, который помог в инвестициях в этот завод. Хотя, повторюсь, торговая марка эта не является защищенной. Но, значит, еще один пример интересный хотел провести, можно дальше, вот у меня не получается листать. Вот это пример зонтичного бренда, то есть мы 14 лет создали зонтичный бренд, который покрывает качественные пищевые и молочные продукты Вологодской области. В него входят 64 организации, вот вы видите здесь 3500 наименований, ассортимент, значок, вот это тот значок, который слева, сверху, товары идут вот с этим знаком. То есть все знают, что это настоящий Вологодский продукт, вот у нас 148 магазинов, из них 120 в Вологодской области и 28 за пределами Вологодской области по всей стране, значит, находятся эти магазины. И сейчас вот планируется, что мы в Москве такие магазины будем открывать. То есть пример вот такого зонтичного бренда. Ну а дальше нас, вот идея зонтичного бренда, она нас как бы вдохновила, вот и мы создали вот такой единый бренд уже Вологодской области, вот, который тоже, он, значит, он является нашим торговым знаком, он принадлежит правительству Вологодской области. И вот под этот бренд, он масштабный, он вот именно региональный. То есть здесь и мероприятия, которые проводятся под эгидой Вологодской области, и услуги, которые оказываются нашими хозяйствующими субъектами, и определенные товары. Вот вы видите, авиапредприятие, значит, расположено на территории нашей области, оно также с этим знаком. То есть это уже мы позиционируем уже как региональное брендирование. Ну и в заключение своего краткого рассказа хочу поблагодарить ТПП и РЭЦ за активное с нами взаимодействие. И безусловно, мне кажется, мы в унисон идем, и мы с удовольствием будем работать по развитию Made in Russia. Мы, собственно, уже начали эту работу и активно будем ее продолжать. Спасибо. Спасибо большое. Антон Викторович, а позвольте еще один вопрос. В свое время, когда запускали программу Make in India, индийское правительство запускало эту программу, у чиновников и у министров, и даже у президента визитки были двусторонние. На одной стороне визитки, значит, контакты, а на другой стороне лого и надпись такая Make in India. А вы у себя на визитках делаете логотип вашего бренда? Ну, пока нет. У меня визитка пока односторонняя, и на ней пока Вологодская область. Да, но вообще идея хорошая. Да, то есть вот как раз Вологодская область душа русского севера было бы неплохо на визитке разместить. Да, спасибо за подсказку. У нас следующий блок вопросов посвящен мнению, собственно, бизнеса о том, как продвигать бренды, какие есть сложности, какие бывают стратегии. И у нас дальше будут представители и крупного, и такого более, наверное, среднего бизнеса. Но вот коллеги говорили про аэрофлот. В свое время в Советском Союзе была такая, наверное, реклама или лозунг «Летайте самолетами аэрофлота». В связи с чем были такие шутки, что какими еще самолетами можно было летать, но при всем при этом… Сказал Ажвайнинский, сказал «Летайте самолетами аэрофлота», их осталось не так много. Это было давно. Но при этом, несмотря на при развитии рыночной экономики, аэрофлот смог, в общем-то, достаточно хорошо перестроиться из монополии, стать таким, в общем-то, рыночным игроком. У нас присутствует Александр Сергеевич Мишарин. И РЖД, с одной стороны, конечно, является в некоторых аспектах монополией, но точно так же есть и конкуренты, особенно конкуренты на международном рынке. Александр Сергеевич, как с точки зрения, во-первых, с одной стороны монополия, с другой стороны, такой мощной, конечно, компании, какие есть особенности продвижения бренда? Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, действительно, с одной стороны, РЖД – это крупнейшая железнодорожная компания, и вообще Россия обладает одним из самых крупных железнодорожных рынков. Например, рынок железнодорожного машиностроения в России с сервисом составляет 5 миллиардов долларов в год, а, например, американский железнодорожный рынок – 6 миллиардов долларов. И, конечно, это дает нам какие-то преимущества, но, с другой стороны, РЖД всегда была внутренняя компания. И мы буквально последние 4-5 лет изменили свою стратегию, приняли стратегию зарубежного бизнеса и осуществляем выход на мировые рынки. Сегодня у нас в общей выручке более 20% выручка от зарубежного бизнеса. Это более 6 миллиардов долларов в год. И по нашей стратегии мы к 2025 году должны эту выручку удвоить. И, конечно, тут мы столкнулись со всеми прелестями продвижения на зарубежном. С одной стороны, нам проще, то есть нам не надо говорить, что это Made in Russia, потому что в Брэнде уже есть российские железные дороги. Но, с другой стороны, это накладывает определенные сложности. Что мы сделали? Очень коротко и тезисно. Первое мы должны доказать. Мы транспортно-логистических конкурсов, и мы говорим, что наша услуга – одна из самых современных и эффективных. И первое, что мы сделали, мы доказали, что транзит в России – это действительно железнодорожный транзит, один из самых эффективных по отношению к другим коридорам. Как результат, транзитные перевозки за последние пять лет выросли с 30 тысяч ДФР до, в прошлом году, 400 тысяч, и мы видим, что мы миллион контейнеров вполне способны провести в ближайшие 3-4 года. Второе. Мы вышли на рынки с комплексным проектом управления железнодорожными компаниями. Это тоже важный аспект в работе. Это Монголия, это Армения, это сегодня Сербия, это комплексный проект. Мы сегодня оценили, на какие рынки мы можем выходить и возвращаться. И, например, рынок Кубы, которому мы подготовили, подписали проект на модернизацию. В ближайшее время он будет озвучен более 2 миллиардов. Это комплексная модернизация дорог. Мы, конечно, заинтересованы, что для этого сделается. Очень важно доказать, что наше управление является одним из самых эффективных в области железнодорожного и логистического управления. И для этого требуется и переобытковка персонала, обучение, маркетинговые исследования, интернет-сессии, участие в выставке. Вот целый набор мероприятий, которые проводятся российскими железными дорогами. Третье направление. Мы не только осуществляем логистику управления активами этой финансовой схемы, финансовые институты, но мы и продвигаем наши российские компании. Там, где мы управляем, за нами идут российские машиностроения и холдинг. Вот я считаю, что это тоже одно из важнейших направлений. И здесь можно сказать о проектах в Латинской Америке. Мы сегодня зашли на очень сложный рынок Индии. Ну и так далее буду перечислять. Следующее направление. Вот наше партнерство с крупными международными компаниями. Вот, например, мы имеем дорожную карту в стране Италии. Вот посол Италии здесь выступал. У нас есть совместные проекты в Иране. Совместные проекты сейчас мы обсуждаем в Индии. Это уже такой комплексный проект, заход на продвижение международного бизнеса. Ну и, наверное, еще о чем нужно сказать нам всем, с чем мы столкнулись, с какой проблемой. Мы зачастую видим, что наши компании, российские компании, начинают между собой конкурировать в одной и той же стране. Вот здесь, с одной стороны, у нас есть хороший механизм поддержки XR, и мы пользуемся. Вот я хочу, пользуясь моментом, сказать, что этот механизм работает. Но нам так весь мир не работает. То есть у нас нет механизма координации продвижения наших компаний за рубежом в конкретной стране. Вот это сегодня, по крайней мере, в области транспортного рынка, сегодня не позволяет нам выигрывать некоторые конкурсы и не продвигать нашу продукцию. И второе, с чем мы столкнулись. Мы очень много имели у себя лицензионной продукции, которые производили здесь по лицензии для пространства 1520. И столкнулись с тем, что это не совсем наша продукция. Вот мы должны иметь собственную продукцию, собственную разработку, мы говорим о мировых странах, которую мы можем продавать за рубежом. Это наша следующая задача. Но и в заключении, чтобы сказать, что мы сделаем. Вот на следующей неделе мы впервые проводим наш классический ежегодный форум 1520, где мы всегда говорили, что это наша колея 1520. А мы говорим, что нет сегодня проблем с колеей. Мы 1520 проводим в Вене. Там, где будут представлены европейские компании, это еще один путь нашей интеграции. Вот я, пользуясь случаем, приглашаю вас на этот форум. Спасибо. Спасибо большое, Александр Сергеевич. На самом деле, я лично с вами полностью согласен. У нас мы, как институт развития, институт поддержки экспорта, финансовый, XR, помогаем российским компаниям участвовать в тендерах. Например, такая же проблема существует, отсутствие такого интегратора единого. Это большая проблема, например, еще и в энергетике. У нас ровно такая же ситуация. Многие компании приходят с конкурирующими предложениями и часто в итоге потом тендеры проигрывают. Я хотел бы такой же вопрос задать. Какой есть опыт продвижения брендов Александру Глушковскому, собственно, компании Red Fox? Я сам являюсь, могу сказать, счастливым обладателем продукции этой компании. Но вот хотел, собственно, спросить у вас, действительно интересный очень кейс. И мы в свое время, помню, на питерском форуме, в том числе вашу продукцию показывали. Но какие у вас есть интересные инструменты продвижения бренда? Мы поняли, что Виктор Леонидович продвигает бренд тоже Red Fox. Но какие… Новую модель выпустили сейчас. Да. Какие есть интересные инструменты у вас? Спасибо большое. Что-то нажать? Да, работает. Добрый день, друзья. Добрый день, коллеги. Ну, сначала скажу, что такое наш кусочек, маленький сегмент в легкой промышленности. Что такое аутдор? Если там нажмут кнопочки, то его покажут, наверное, на экране. А если нет, то словами. Вот в нашей одежде, в нашей экипировке, там сборная России идет на Эверест, то это наше. Если там уважаемые люди летят в Арктику, то это тоже наше. Если спасатели где-то в каких-то сложных мероприятиях, это тоже наше. Ну вот, грубо говоря, это все, что на природе. Если вы едете на шашлыки, можете ехать в нашем. Не такое плохое. Виктор Ильинич, он по должности курирует всю легкую промышленность, но уделяет нам внимание. Вот 29 лет мы на рынке. На следующий год будет 30. Уже такая дата. Сейчас представлены более, ну, чем в 20 странах сейчас. Понятно, что СНГ, понятно, что Прибалтика, Америка, Европа. Вышли на рынок Китая. Выходим на рынок Индии сложный. В чем сложность? Главная сложность, вы, наверное, все понимаете. Нас там никто не ждет. Нигде. И приходится пробиваться. Особенно вот в этом сегменте рынка, в котором Европа и Америка живет уже давно, а у нас он начал развиваться, ну, собственно, вместе с нами. И этого ничего не было. Мы там в свое время понимали, что у нас этого нет, поскольку были членами сборной Советского Союза по альпинизму, понимали в этом много, и отсюда произошел весь бизнес. Это вот этот, по крайней мере. В чем сложности? Сложности в конкуренции. Никаких новых-то способов, кроме рекламы, маркетинга, ведь никто не придумал. Есть один новый способ. Это поддержка наших государственных структур, что Минпромторг, что РЭЦ. Сейчас ведут программы, которые нам реально помогают. Мы видим эту поддержку. Особенно интересны новые программы РЭЦ, которые проводят там за государственный счет разные маркетинговые исследования, довольно сложные, могут проводить и делают это. А мы пытаемся наше качество поддерживать вот в этих западных регионах. Очень много сейчас, видимо, и дальше многие будут это делать, вкладываться в интернет-торговлю, в интернет-развитие бренда. Все непросто. Вот на американском рынке у нас как бы все получается, а на европейском сложно. Наверное, много стран, много языков, много разных законодательных позиций, невзирая то, что это Евросоюз. И вот в этом тоже сложности. И если, как вот говорили уважаемые коллеги, развивать межгосударственные консорциумы, наверное, это поможет в каком-то виде. Или, как говорил господин посол Италии, нужно создавать совместные предприятия, ну, собственно, мы их не создаем совместными, мы просто нанимаем дизайнеров некоторых из Италии, некоторых из Америки, некоторых из Германии. Ну, просто нет другого пути, чтобы на этих рынках была востребована наша продукция. Вот такой наш опыт и такие наши пути развития, собственно. Спасибо большое. Нам придется пару коллег отпустить, потому что скоро начинается встреча Дмитрия Анатольевича Медведева, регулярная с бизнесом. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Следующий вопрос, на самом деле, наверное, еще такой более нестандартный. Один из методов продвижения бренда, продвижения продукции, но, наверное, прежде всего бренда, это такой инструмент, как франчайзинг. Некоторые компании и те, кто заходили сюда в Россию, его использовали, некоторые, как Макдональдс, например, не используют его, но у некоторых компаний он получается достаточно успешно. И вот я хотел попросить Екатерину Саяк, гендиректора EMTG, рассказать, может ли франчайзинг вообще быть как инструмент полезен для продвижения российских брендов. Спасибо большое за вопрос. К сожалению, Сергей Николаевич убежал, и я не успела со сцены поблагодарить торгово-промышленную палату за то, что на протяжении 16 лет именно торгово-промышленная палата помогала и продвигала именно идеологию франчайзинга. И на сегодняшний день, уж пользуясь случаем, поскольку мы говорим о брендах и об экспорте, этот проект, который торгово-промышленная палата вместе с нами делала, вошел в пятерку самых крупных выставок франшиз во всем мире. Это, в принципе, большая заслуга, и, собственно говоря, та работа, которую мы проделали, она привела к тому, что 14 тысяч предприятий не только в России и франчайзинговых были открыты с помощью нашей выставки. Безусловно, франчайзинговая схема – это именно тот инструмент, который помогает продвигать не только бренды, но и технологии. Вообще, на самом деле, суть франшизы – это инвестирование. И когда мы понимаем, что покупая франшизу, в данном случае мы говорим о западных предпринимателях, если малый и средний бизнес инвестирует в российские франшизы, то получается, что западный малый и средний бизнес инвестирует в российские франшизы. И тем самым интересная еще история заключается в том, что, используя франчайзинговые схемы, бренд сам себя рекламирует. Поэтому на сегодняшний день вопрос не стоит в том, что может ли франчайзинг использоваться в качестве продвижения российских брендов на Западе. А дело в том, что многие российские франчайзеры уже развиваются на Западе. И я тут пока слушала, записала себе несколько брендов, которые только-только пришли на ум. Среди них Дода Пицца – это очень молодая компания, это региональная компания, она родилась, можно сказать, в городе Сыктывкаре. На сегодняшний день это сеть из свыше 200 пиццерий. В том числе они открываются, продали свои франшизы в Америку, в Индию, в Китай, в Латвию и в другие наши республики. Плохо слышно, да? Также хотелось бы отметить российский бренд, который развивается за рубежом. Это бренд Шоколадница. Санстудия – это тоже региональная компания, новосибирская, которая занимается технологиями, продает, вернее, технологии печати на любой поверхности, включая воду. Эта компания уже очень давно развивается, как в России, так и за рубежом. Теремок, наверняка вы все слышали, очень успешный кейс, не так давно открылся в Штатах и, в принципе, показывает очень интересные результаты. Старый игрок на рынке франчайзинга бренд Эль Патио и всем известная бренд Инвитро. Поскольку специфика франчайзинга, среди прочего, заключается в том, что при этой схеме компания как бы самостоятельно развивает свой бренд. То есть вот вся сетка франчайзер и франчайзи, открывая предприятие, они себя рекламируют. Таким образом у нас получается бизнес, при котором вся сеть сама себя, грубо говоря, рекламирует. Ну, наверное, вот говоря о франчайзинге, вот я на этом бы и закончила. Спасибо большое. Я, честно говоря, даже не знал, что такие сети, в том числе российские, выходят на зарубежные рынки. Спасибо большое. Я хотел бы примерно похоже задать вопрос Агнесе Иосиповой из Российской ассоциации франчайзинга. Мы, как Российский экспортный центр, совместно работаем, в том числе по анализу барьеров и такой основного направления удара. Ну, вот ваше мнение, как франчайзинг может помочь и какие есть особенности вывода на внешние рынки? Благодарю, Алексей Александрович. Я рада всех приветствовать от лица Российской ассоциации франчайзинга. На самом деле, сегодня тема посвящена регионам, выходу за рубеж, брендам. И, конечно, бренд и франчайзинг – это очень похожие термины. Ну, франчайзинг без бренда не может, а дальше развитие брендов может быть инструментом франчайзинга. Наш вот коллега-гость из Мексики сегодня выступал. Интересная как бы тема. Кидзания – это парк развлечений, в котором присутствует много брендов. Это международные бренды, это и российские бренды, это и Сбербанк, это и Почта России, которая, кстати, стала одной из таких значимых государственных франчайзинговых брендов. Вот буквально последнее время. Ну, если позволите, глобальный рынок товаров и услуг не имеет границ вообще. И 40% сейчас оборота в мире – это франчайзинговые сети. Национальные бренды становятся мировыми и международными. Не будем, как Виктор Леонидович сказал, упоминать все международные и мировые бренды. Нам надо стремиться, чтобы наши российские бренды выходили на международный рынок и становились такими же привлекательными и в плане инвестиций, и в плане размещения во всех уголках мира. Екатерина назвала часть действительно успешных брендов, которые сейчас и на протяжении, может быть, даже уже 20 лет присутствуют какие-то из них за рубежом. Можно этот хороший список дополнить и брендами «Экспедиция», и брендами, которые планируют активно. Это и «Гемотест», это и «Бэйби-клуб», социальная франшиза прекрасная совершенно, и «Самары», ну и многие другие. Вы знаете, 90% франчайзинга в Штатах, пионер-франчайзинга, имеют международные сети, и это создаёт 2 триллиона оборота по франчайзингу. Китай, наиболее активно воспринявший эту идею в плане экспансии брендов, развивается и таким образом осуществляет активный экспорт товаров народного потребления. Я думаю, что у России все шансы это сделать вместе с российским экспортным центром, и российский франчайзинг демонстрирует очень мощное развитие. Здесь у нас очень сильные позиции. Сейчас порядка 1400 концепций, что в 5 раз за 7 лет увеличило свое количество, и в 3 раза увеличило количество предприятий. Это 55 тысяч предприятий, это 550 тысяч рабочих мест. Притом, по самым скромным подсчетам, мы считаем, что в 3-5 раз можно увеличить это количество, потому что потенциал этого инструмента, франчайзинга, он огромен. Радует то, что последние 2 года тенденция по развитию франчайзинга идет именно из регионов. И вот то, что сегодня обсуждалось и на пленарном заседании, и представитель правительства говорил, и наши коллеги, и так далее, что должна быть изюминка, конкурентное преимущество, с чем выходить на международные рынки. Качество и преимущество. Вот Вологодская, замечательная совершенно как бы тема. Оренбургские платки, франчайзинговая компания, которая является членом нашей ассоциации. Многие другие, Байкальская тема и так далее. Мы это приветствуем. И на самом деле, вот ассоциация совместно с партнерами, с торгово-промышленной палатой, сейчас с РЭДС последние 2 года, с Московским экспортным центром, с другими нашими коллегами, это корпорация малого и среднего предпринимательства, мы в рабочей группе и так далее, активно проводят работу. Только 300 конференций региональных проведено для продвижения этой темы. И вот такой всплеск франчайзинга, действительно, благодаря лидерам нашего франчайзинга, это и шоколадница, и 1С, чего стоит этот бренд. И медицинский франчайзинг, который имеет сейчас вообще конкурентное преимущество в мире. Медицинский франчайзинг, индустрия красоты, Россия здесь тоже очень активно себя ведет в федеральном уровне. Также очень важна образовательная тема во франчайзинге, мы тоже очень успешны. И я могу сказать, что интерес со стороны многих стран к этому имеется. И мы отличаемся тем, что есть многоплановость. Есть сейчас стран, где представлен только один вид франчайзинга, 2, 3, 5. А у нас наряду с тем, что активно развивается и общественное питание, особенно в кризис, у нас есть и производственный франчайзинг, и агрофранчайзинг, и, как я уже сказала, индустрия красоты и здоровья. За 2016 год 300 предприятий медицинского франчайзинга, это инвитер, гематест, АМД, были открыты. 300 предприятий. Значит, Российская ассоциация франчайзинга является членом Мирового совета по франчайзингу. И это тоже очень мощная возможность продвигать тему российских брендов и российского франчайзинга за рубеж. Более того, мы являемся активными членами стратегической группы, соответственно, формируем и повестку, и стратегию мирового франчайзинга. И до июня 2018 года мы являемся председательствующей страной по франчайзингу как страна, принимающая мировой совет, мировой форум по франчайзингу 2018 года. Это событие удалось добиться в Индонезии в 2016 году в Джакарте на заседании Мирового совета. И я считаю, что это историческое событие, которое имеет и экономическое, и политическое, в общем-то, значение, и такое интеграционное, потому что Россия мощная страна, которая должна демонстрировать свои бренды, и сделана в России, и сделана в Москве. Сегодня от нашего итальянского гостя прозвучало «сделано с Италией», может быть, в дальнейшем будет сделано с Россией, почему нет. Это мощная возможность, имея как бы в гостях более 40 стран, продемонстрировать и павильон нашей страны, и павильон нашей столицы, и павильоны регионов, потому что мы активно привлекаем к участию в этой выставке «Москва Франчайз Экспо», которая пройдет с 30 мая по 1 июня, регионы павильонов, ну и, конечно, отдельно стоящие павильоны и павильоны других стран. Нам активно помогает, и мы благодарны, правительству Российской Федерации, администрации президента. Здесь присутствует Виктор Леонидович, Министерство промышленности и торговли активно нам помогает, Министерство экономического развития, правительство Москвы, ну и торгово-промышленная палата, Российский экспортный центр. Мы надеемся, что будет очень такое мощное присутствие там. Про инструменты, какие есть от Российского экспортного центра, сегодня звучало, мы только можем присоединиться и наши возможности образовательные, экспертные, популяризационные, разработки франшиз, продвижения, тоже дополнить и в дальнейшем активно продвигать. В конгрессно-выставочной деятельности и в ежедневной работе. Я благодарю, желаю всем успеха, на благо России и на благо нашего бренда. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. У нас еще осталось три спикера. Коллеги, у нас, к сожалению, буквально осталось там пять минут, поэтому у меня просьба к спикерам буквально такие ключевые тезисы, потому что в том числе участникам нашей панели дискуссии нужно идти уже на следующее мероприятие. Хотелось бы подвести определенный итог. Сейчас мы много говорим, все говорят о продвижении экспорта услуг и о том, что все уходит в диджитал, вообще такая эра диджитализации. Поэтому вопрос к Вадиму Куликову из агентства по технологическому развитию. Как это повлияет в том числе на продвижение брендов? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, если мы посмотрим на основную капитализацию брендов, мы увидим и в первой десятке, и в первой сотне компаний, в общем, из диджитального сектора. Там еще остаются пока крупные компании, ну типа Exxon, например, там тоже Coca-Cola и так далее, которые, кстати, условно продуктовые, Coca-Cola не продает Coca-Cola, Coca-Cola продает, в общем, рецепт, сироп свой там и так далее. Мы видим, что задача сейчас нашей как агентства, российского государства, российского экспортного центра состоит в том, чтобы определить для себя такие приоритеты тем предприятиям, которые должны строить из себя сервисные компании. Александр Сергеевич сказал про РЖД достаточно подробно. РЖД – это сервисная компания, безусловно. Почта России – сервисная компания. Вот сейчас мы очень плотно работаем, опять же, совместно с РЖД, как сервисной компанией с Трансмашхолдингом, которые действительно должны стать условно там новым Симмонсом или там новым Алстомом, как сервисная компания, которая поставляет сервис, ну в частности, компании РЖД, ну и не только, конечно, компании РЖД, даже сейчас там много уже контрактов должно быть еще больше. Поэтому мы как агентство, формируя сейчас инвесторно-технические партнерства, которые как раз решают вопросы технических коридоров, в частности, всегда стараемся их называть. Например, сейчас дано поручение премьер-министрам формирования индустрии переработки отходов. Вот даже с самого начала мы пытаемся все-таки придумать такую российскую шлюм-бирже в области, собственно, отходов. Вот у нас есть, там появилась реорганика, например, такая группа, ну там консорциум, группа компаний. Пока это не совсем понятная юридическая сущность, но, тем не менее, мы с самого начала начинаем работать с брендингом, приглашаем брендинговое агентство, обсуждаем, как это будет восприниматься в России, как это будет восприниматься нашими ближайшими соседями, нашими дальними конкурентами, соседями рынками, на которые мы хотим выйти. Не стоит забывать, коллеги, Алексей, мне кажется, это наша особая с вами задача. У нас есть прямое поручение президента по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, 1326 холдингов. Беусловно, есть калашников, да, там есть звезды или там звездочки зарождающиеся, но это колоссальный потенциал для формирования технологических сервисных компаний. Мне кажется, что не стоит нам думать, что без цифры мы каким-то образом будем играть важную роль. Я за Вологодское масло, я просто из Можайска, я готов поспорить, какое молоко лучше, где трава растет, но я за и Вологодское, и за Можайска, безусловно, за франшизы, конечно. Но если у нас не будет чемпионов технологических, из которых складывается основная капитализация страны, и вот посмотрите, где нам газ сейчас отключают, нам же не запрещают там покупать масло, например, неважно из Соединенных Штатов, пожалуйста, мы сами, так сказать, свой рынок закрыли в этом смысле. Нам в Шлемберже перекрывают кран IBM и так далее, высокотехнологичные компании, по сути цифровые компании, которые поставляют только сервис, они не поставляют фактическую продукцию, Шлемберже ведет разработки месторождений, они продают только сервис. Попробуйте что-то у них купить, и как некое железо, например, и даже какую-то лицензию с точки зрения франшизы. Нет франшизы, делают сами. Такие ТМХ должны быть в России, РЖД, Почта России. Это, Алексей, наша с вами задача. Согласен полностью, будем работать. И последний блок вопросов поднимал и Сергей Николаевич, и пару я комментариев из зала слышал. Что делать, собственно, если происходит ситуация, когда бренды начинают копировать, копировать не с самым хорошим качеством, и, на самом деле, чем сильнее бренд, тем отчасти и сильнее хочется его использовать и разным недоброжелателям. И мы переходим к такому последним двум спикерам. Вопрос, с одной стороны, технический, с другой стороны, конечно, важнейший. И вопрос вот к Павлу Каткову, Катков и партнеры. Какие инструменты защиты на международном правовом поле, защиты брендов существуют, и какие с этим есть, возможно, проблемы? Спасибо. Благодарю вас, Алексей. Дорогие коллеги, я бы поставил вопрос несколько шире. Как правильно было замечено в недавнем выступлении, нас там действительно никто не ждет. И когда российский предприниматель, находясь в России, планирует экспансию в другую страну, там может быть и страна Евросоюза, страна Ближнего Востока, страна ближнего зарубежья, Белоруссия, Латвия, Казахстан, другие страны, он не знает, куда он идет, и не знает, что там будет. Это очень важно на самом деле. Российский экспертный центр, я знаю, что у вас есть в портфеле определенная помощь этим предприятиям, но все равно вы не можете вести их прямо до самого конца, а в итоге они оказываются на той территории и сталкиваются с тем законодательством. И вот, как нам кажется, очень важно, и потихоньку это реализуется, мы на своем экспертном этаже это реализовали, чтобы российские предприятия могли у нас из России, из Москвы, а может быть из других стран, задать вопрос здесь нам о законодательстве Франции, Прибалтики, Соединенных Штатов Америки и получить здесь у нас на русском языке, вот от меня лично, ответ. И до того, как они туда пойдут, особенно это актуально, если они реализуют похожую стратегию в нескольких странах, а когда вы боретесь с контрафактом, и он в нескольких странах у вас процветает, ну в условном Китае, еще в других странах контрафакт есть везде, не только в Китае. Очень важно, чтобы вы понимали, как эти страны борются с контрафактом, какие там есть подводные камни. Да и если вы не только занимаетесь экспортом, а вот физически собираетесь в этой стране вести деятельность, например, деятельность по предоставлению услуг, то возникает вопрос, может она там лицензируется, может нам нужно войти в какой-то реестр, как эта налога облагается. И вот мы как смогли эту вещь реализовали, действительно, это делается как? То есть к нам обращается предприниматель, к нам, а наши юридические коллеги в другой стране нам говорят, что вот у нас это делается так-то и так-то, и мы ему эту информацию возвращаем. И на самом деле было бы неплохо, если бы вот этот наш механизм, если надо, мы готовы предоставить экспертизу и торгово-помышленной палате, с которой мы тоже работаем, и РЭЦУ. И вот на мой взгляд, вот это хорошо, потому что вот он сидит здесь, предприниматель в любой, в Вологде он может быть, и он понимает, что вот у меня в той стране я буду работать так-то и так-то. Это относится и к контрафакту, и к ведению деятельности, и к лицензированию, и, собственно, ко всему. Ну и вторая такая проблема, да, вот мы говорим контрафакт, но чтобы что-то защищать, надо что-то иметь. И несмотря на то, что очень сейчас, конечно, повысилась образованность российских предпринимателей, тем не менее, есть еще, ну как бы, куда расти, да. Потому что нередко мы встречаем ситуацию, когда предприниматель накачал уже, большие силы вложил в продвижение своего бренда, но там забыл или пожалел денег для его, собственно, защиты. Он ничего не сделал, он там не зарегистрировал товарный знак, или не взял все классы, или не сделал международную регистрацию. На старте многие жалеют, да, денег вот на эту часть, потому что она, как бы, кажется, неважной. А потом он понимает, что ему нечего защищать. Вот это вторая вещь. Здесь я не буду говорить громких слов, что надо менять законодательство, ничего не надо менять. Надо просто, ну, наверное, это такой вопрос, вот семинары какие-то проводить для предпринимателей. Мы как можем доносим там N раз в год. Я выступаю вот с как бы разъяснительными материалами, мы их предоставляем бесплатно, значит, предпринимателям, что делать, вот там очень подробно, пошагово объясняем. Но, коль скоро мы также видим в судебной практике эти ситуации, видимо, мы объясняем недостаточно много, видимо, еще больше нам нужно это делать. И вот это наша вторая рекомендация. Первое. Управлять миром из России с информационной точки зрения. Мы делаем так. Наша экспертиза говорит, что это эффективно. И второе. Лучше объяснять. На старте надо охранять бренд, чтобы потом было, что защищать. Спасибо. Спасибо большое. Ну и такой же похожий вопрос к Павлу Гагарину, градиент альфа. Единственное, можно, просто мы уже все сроки, прошу прощения, потеряли буквально коротко. Спасибо большое. Вопрос по поводу защиты брендов. Ну, во-первых, начну с себя, как говорится, начни с себя. У нас группа аудиторских компаний. Для того, чтобы свой бренд позиционировать хорошо на международной арене, мы вступили давно уже в международную аудиторскую сеть ЯПА. Ну, такая сеть, она средняя по величине. Там, конечно, не Ersten Young, но там следующая категория. И когда к нам обращаются наши иностранные партнеры, у них не возникает вопрос, а кто вы? Потому что там присутствует бренд и моей компании, градиент альфа, и бренд ЯПА, международной аудиторской сети. И когда мы, например, участвуем в оценке бренда за рубежом нашей российской компании, которая проводит продукцию, собираем фокус-группы, то у нас присутствует и бренд наш, как поддерживающий структур, вот этот вот двойной бренд, и бренд нашего клиента. Но это такой системный подход, который эффективен со своей стороны. Иногда бывает и по-другому. Например, будете, наверное, удивлены, российский кинематографический производственный комплекс, который находится в Москве, производит кино для Голливуда. И в ближайшее время, причем с хорошими режиссерами, типа Алан Паркера и так далее, будет в ближайшее время производить еще и для Китая. Но здесь подход не совсем системный, потому что этот производственный кинематографический комплекс принадлежит очень известной женщине Бакарде. Знаете, да? Значит, бренд такой мировой. И вот, собственно, она и его двигает. То есть она говорит Голливуду, покупайте у них. Это немножко не системный подход. И если возникают какие-то серьезные вопросы, то тогда мы вместе с нашими клиентами обращаемся к ней, и она своим авторитетом эти вопросы решает. Другие варианты развития событий – это создание франчайзинговых цепочек, достаточно сложных, но об этом уже говорили. То есть бинарный маркетинг с продвижением брендов именно по франчайзингу. Обратный франчайзинг, то есть, грубо говоря, бренд в России, франшиза за рубежом, это нормально работает. Единственное, если хотел обратить внимание, постоянно обращая внимание законодателей сложности с валютным регулированием, сложности с законом о контролируемых иностранных компаниях. И вот сейчас вышли поправки, они скоро вступят, значит, 325 УФЗ, о валютном регулировании, валютном контроле. Значит, декларативно там становится все проще. Паспорт сделки там раньше надо было открывать на сумму больше 1000 долларов, а теперь больше там трех с небольшим. Ну и еще там кое-какие послабления. Но, по сути, контроль ужесточается, и контроль – это хорошо. Но он содержит в себе массу демотивирующих фактов по развитию вот этой вот международной, в том числе и экспортной деятельности. И вот в рамках этого, конечно, мы помогаем. И с торгово-промышленной палатой, я там руковожу рабочей группой по управлению налоговыми и рисками, и в деловой России, и в Госдуме, в Комитете по финансовым рынкам, там в экспертном совете. То есть вот такая вот работа ведется. Поэтому только комплексный подход. Для того, чтобы вопрос решить, нужно с разных сторон комплексно заходить, и тогда только можно синергетического эффекта добиться, и наши российские бренды продвигать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, хотел бы тогда просто подвести итоги. Во-первых, у меня большая просьба к аудитории, аплодисменты нашим спикерам и тем, кто в аудитории, и тем, кто участвовал здесь. Спасибо большое. Наверное, короткий в два предложения итог, что бренды разные нужны, бренды разные важны. Но это, конечно, шутка. А самый главный итог, что задача, конечно, важнейшая, она, судя по всему, точно комплексная, которая требует вовлечения большого количества не только участников, в смысле экспортеров, но и региональные власти, и федеральные власти, и институты развития, и агентства, и ассоциации. Но хорошо, что мы уже об этом говорим, что мы эти вопросы ставим, и это нужно продолжать обсуждать, и этим нужно продолжать заниматься, и, как вот очень правильно коллега сказал, но только комплексные решения, только вместе. Поэтому еще раз всем участникам большое спасибо. Будем работать на благо отечественных брендов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.